В рамках нацпроекта на проспекте Ленина применяются три новые технологии, разработанные и утвержденные Российским Дорожным Научно-Исследовательским Институтом. Щебеночно-мастичный асфальтобетон очень сильно влияет на прочностные характеристики автомобильной дороги, которая прослужит намного дольше, чем с обычной асфальтобетонной смесью, с учетом данной грузонапряженности. Здесь она очень кстати. Еще одна технология заключается в использовании битумно-полимерной ленты. Самоклеющийся материал позволяет предотвратить разрушение продольных швов. Далее на проспекте применяется технология беспрерывной укладки конструктивных слоев с применением двух асфальтоукладчиков, и получаем по полосе движения один монолитный слой. Проспект ремонтируется полностью, от улицы Красноармейской до улицы Дуки. Протяженность участка 2,5 километра, на нем задействованы 25 единиц техники. Чтобы не спровоцировать транспортный коллапс, работы ведутся только с частичным перекрытием дороги и в ночное время. После ремонта все пешеходные переходы на проспекте обзаведутся светофорами. Качество проверяется как управлением жилищно-коммунального хозяйства, непосредственно технодзор осуществляется, так и лабораторный контроль со стороны КУ управления автомобильных дорог. Сегодня мы с вами видели, проводили это. Также производится операционный контроль со стороны подрядной организации. Гарантия на сегодняшний день у нас 5 лет. Пятилетний срок гарантии. Мы не должны видеть никаких существенных дефектов. Это трещины, это выбоины небольшие, какие-то просадки. В части элементов обустройства повреждения. Напомним, 24 улицы Брянска вошли в национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги, цель которого привести в нормативное состояние автомагистрали и ликвидировать очаги аварийности на них. Автомобилистов Брянска просят с пониманием относиться к дорожным службам. Игорь Умаров, Игорь Венечук. События Брянск.